Хорошо. Итак, у нас сегодня с вами, знаете, такое уникальное, я бы сказала, занятие, где нам нужно все-таки собрать наш образ или хотя бы понять, как он собирается, как он формируется и что, собственно говоря, с ним делать. Так вот, смотрите, образ — это определение, да, это способ реализации задуманного интереса. Если у вас не сформирован конечный результат, не кусок хлеба, а именно конечный результат, я сижу в квартире, я закончила все, я сделала это, 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 и это, у меня вот хороший стол, у меня вот тут уже что-то есть, у меня уже направление следующее. Изменения должны быть такие, которые видимы вами вооруженным взглядом. Образа построения подразумевает под собой видимые изменения. Именно положение вещей. Маш, слышишь меня? Нельзя сидеть, думать на диване, и вот как-то оно само, никогда само ничего не происходит. Да, страшно, да, жутко, да, по-разному, но в любом случае, пускай маленькое действие, оно всегда будет видимым изменением. Даже если вы встанете на полчаса раньше, вы успеете за эти полчаса раньше, и это уже будут изменения. Не надо над собой издеваться, не надо поднимать на себя пять тонн и говорить, я не подняла, потому что оно тяжелое. Нужно брать ровно столько обязательств и всегда качественно их выполнять. Так, как могу сейчас, а не как я думаю, что когда-то я смогу. Я же вам всегда рассказываю, вот я не могу на коньках, я, конечно, могу их обуть. Ну, фигуристка с меня та еще. Зачем же я буду обманывать? Ну, встать на коньки, взявшись за какую-нибудь парапетину и сказать, я смогла. Это тоже будет результат, потому что до этого я никогда не делала. Понимаете, о чем я разговариваю? Итак, давайте смотреть. На самом деле не так сложно, как кажется. Что у нас, вообще каждый из нас может делать? Мы можем говорить, мы можем перемещаться. Это физическое действие из точки в точку. Мы можем воспринимать уровнем, который сами себе сделали или который сами себе определили. И мы можем осуществлять команды себе, когда вы точно понимаете, к чему вы хотите прийти. Это самый высокий уровень, когда вы учитесь или намерены научиться управлять именно своей системой. Это все, что может делать человек. Как ни парадоксально. Почему в этой жизни нужно стремиться к упрощению? Ум наш все упрощает. Самые простые действия, самые простые вещи, которые всегда будут менять ваше не очень нравившееся вам на сегодняшний момент положение вещей. Понимаете, о чем я разговариваю? Всегда обучение чему-то новому будет сокращать ваше время и улучшать то состояние, то положение, те поступки, те действия, которые вы намерены совершать в будущем. Итак, смотрите, восприятие — это уровень сценария. Беспонятийное понимание, просто хаотические движения, они никогда ни к чему не приведут. Если вы не форматируете свои поступки, что я должен сегодня сделать, если вы не прописываете тот сценарий, о котором мы говорим, то в любом случае все желающие, которые будут находиться около вас, они прям с огромным удовольствием вам наденут на голову то, что им нужно сделать, а вы ничем не сможете этому воспрепятствовать, и вам придется делать то, что вам назначают другие. Так вот воспринимаем мы или свой сценарий, который прописали, точно знаем, что куда идем и что хотим, или нам предлагают чужой. От восприятия всегда начинается перемещение. Давайте упрощать вещи еще раз. Когда вы имеете какое-то намерение, вам сегодня нужно в два часа попасть куда-то, да? Звонит подружка, звонит работодатель, звонит еще кто-то, говорит, вот без 15.2 ты нам нужна. Я говорю, простите. Все. Это осознанное слово «нет», когда вы точно понимаете, что ваша задача, которой вы себе назначены, она важнее, приоритетнее и необходимее вам на сегодняшний момент. Тогда все остальные скажут, ну хорошо, ладно. Потому что ваше «нет» будет звучать достаточно осознанно. Вы понимаете, что воспринимая этот мир, вы понимаете, если вы в два часа куда-то не попадете, значит, все остальное будет по накату, по инерции, побежала-поехала. А туда вы в два придете, не в придете, еще вопрос, зачем и почему. Так вот следующее, после того, когда вы прописали сценарий, у нас всегда вступает в силу действия. Действие направленное. Вы можете споткнуться, вы можете там что-то не доделать, так как это в первый раз. Почему жизнь всегда, она идет на чистовик. Могут быть помарки, но нельзя оставлять чистый лист. И это очень важно. Следующая история, когда мы начинаем действия уже говорить. Разговор всегда соизмерим от того, о чем вы думаете. То решение, тот выбор, который вы приняли. Вспоминайте, мы с вами рассматривали автоматику. Автоматика — это запрограммированные действия, которые человек совершает неосознанно. Его так надрессировали. И чистота, к которой к нам обращаются или заставляют нас что-то делать, подразумевает чистоту выполняемых нами действий. Когда вы выбираете положение вещей, у вас начинает работать восприятие. Вы понимаете, что на коньки в два часа дня я точно не пойду. И вы учитесь говорить нет. Но у людей своя задача, которая требует от вас какого-то повиновения. И вы им настолько поскольку. Значит, им придется искать другого человека. Так начинают уходить зависимости. Ваши приоритеты, ваше дело, ваши обязательства перед самим собой, ваше желание жить лучше, ваше желание научиться чему-то, улучшить свои способности, понять суть происходящего, всегда вас будут двигать вперед. А всем остальным придется, ну кому как, ну в любом случае, с милой улыбкой согласиться, что ну да. И следующее, чему мы учимся, это силовая команда, когда вы точно взяты на себя перед самим собой или самой собой обязательства, обязательно выполняете. И это все. Сюда подставить можно любую задачу. Это все. Это очень просто. Маш, слышишь меня? Очень просто. Давайте разбираться как. Командово, любые команды, любое руководство, даже на сегодняшний момент вы воспринимаете или принимаете, или готовы исполнить, только от человека, если он вовне, которого вы уважаете, цените, принимаете или подчиняетесь тупо. Других команд не один человек, даже совсем примитивный, он будет включать две формы. Или осознанное понимание, что этот человек вам дает что-то такое достойное, классное, потрясающее и очень вам необходимое. Или из чувства страха. Других вариантов нет. Восприятие — это когда вы точно осознаете уровень своего пространства, в котором можете управиться. От станции до станции вы точно понимаете, сколько вам нужно времени для того, чтобы из точки А в точку Б попасть, не опоздать, быть вовремя, быть в хорошем состоянии, одетой, обутьей и научиться говорить. Или представить себя, или проговорить что-то, согласиться, прояснить или еще как-то. Любой формат разговора. Следующее. Время — это действие. Только что сказала. Вы всегда в своем пространстве можете управиться временем, потому что точно знаете, этим занимаетесь. И вот время можете рассчитать. Сколько, на какой поступок, или на какую ситуацию, или на какое действие вам нужно затратить времени, чтобы получить тот результат, который вы хотите. Быть вовремя. Сколько, ну, женщины знают, девушки знают, ну, сколько нужно времени, ну, 30 минут, чтобы картошку сварить или пожарить ее, да? Вот так человек учится управлять своим временем. Это закладывается тот понятийный, именно понятийный аппарат, который дает нам возможность управиться и все успевать. Дальше идем. Энергия, да? Энергия — это слово разговор. Уровень замысла подразумевает силу, силу намерения, силу желания. И когда это вами принято, выбрано, обосновано и прописано, и вы точно знаете, что это так или не иначе. Ну, совсем простой пример. Это когда из двух машин мы выбираем ту, которую вот на сердце ложится. И попробуйте меня в этом переубедить. Да я вам такое расскажу, такое аргументы, такие напишу, что мало не покажется. Так вот, это энергия вашего замысла, силового компонента, который дает вам силу и толкает ваши убеждения, которые вы представляете словом. Если человек не знает, чего хочет, он всегда будет мямлить, он всегда будет сомневаться, он всегда будет распыляться. И речь его будет очень и очень невнятная. Понимаете, о чем разговор? Дальше идем. Наши пресловутые чувства — это всегда последствия восприятия. Когда вы получили удовлетворенность от того, что что-то осознали, увидели и поняли, эта духовная составляющая вам становится хорошо. И это ощущение, это хорошее настроение, это классное состояние, это приподнятость, это чувство. Вы сами себе позволили в чем-то разобраться, что-то осознать или что-то сделали такое, что привело у вас в собственное восхищение и восхищение этим миром, как это просто. Состояние ощущения — это телесное ощущение, это всегда неудовлетворенность. Значит, то, что вы хотели в материальном плане. Вы купили, я не знаю, пирожное, оно казалось не свежим, это ощущение. Невкусно. Нехорошо. Там, я не знаю, поехали куда-то, вам обещали что-то, вы надеялись получить удовлетворенность от вида, от квартиры или от партаментов, от моря, от пищи. Вот это общая картина удовлетворенности, так люди говорят. Отпуск удался. И никогда не ходят в нюансы. Эта общая картина меня удовлетворила. Положенные деньги, вложенные деньги и то, что я получила целиком. Это взгляд сверху вниз. Люди так и разговаривают, там было так классно, там было вкусно, достойно, море тёплое, люди приятные, и сон, и воздух, и вода, всё было замечательно. Это удовлетворенность. Вернее, это правильно, удовлетворенность. Ощущение, ну как вам сказать, не, ну море было в принципе ничего. Правда, ну там, говорит, ну жрачка такая, да, там не очень. Ну это ладно, это нюансы. Ну так, ну гуляли там, ну что-то делают. Ну спала я там тоже что-то плохо, ветра какие-то там или ещё там что-то. Вот человек через тело пытается, ну как-то разукрасить то, что на самом деле было не так, как есть. И это две удовлетворенности, на самом деле, это ось вращения, когда человек, воспринимая и удовлетворяясь вложенными усилиями, всегда на материальном плане должен точно так же получать ощущение вот приятности, ну материальных вещей. Вкусная пища, красивая одежда, хорошая машина, хорошая квартира в хорошем районе, приятные люди, с которыми я общаюсь. И перспектива будущего, то, чем я занимаюсь, оно развивается и даёт отдачу, потому что мои усилия, они удовлетворяют. Это я занимаюсь тем, чем я хочу. Спасибо. 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 Спасибо.